Посылка для меня особенная, потому что я взяла любимые продукты по невероятным скидкам. Они сейчас на iHerb бывают очень часто. Они сделали купоны 5% скидочные, которые постоянно действуют при любом заказе для всех. Я вверху оставлю ссылочки на эти купоны и внизу под видео. Так что применяйте их и можете заказывать качественно органические американские продукты на сайте iHerb. По качеству там просто потрясающе. Так что давайте посмотрим посылку и посмотрим продукты, которые я заказала на этот раз. Первое, что мне здесь попадается, это семена чия. Потрясающе полезные семена чия, которые я взяла со скидкой на iHerb. Около 4 долларов стоило 284 грамма. Не все продукты здорового питания мне нравятся. Я знаю, что очень полезные семена льна. Но всегда, когда я добавляла семена льна в каши, в какие-то блюда, я не могла их просто есть из-за этого привкуса. Я боялась брать подобные продукты здорового питания. Несмотря на то, что я слышала очень много про семена чия. Берут люди, чтобы насытить тебя полезными витаминами, клетчаткой для того, чтобы похудеть. И мне очень понравились эти семена. Любое блюдо они насыщают каким-то таким прекрасным ореховым привкусом. И все. То есть их не нужно много. Я знаю, что люди употребляют их натощак, растворяют в воде. Я так не делаю. Я просто добавляю их немножечко в каши, в яичницы. И у меня все приобретает такой ореховый привкус. Я некоторые рецепты публиковала в своем инстаграм. Так что кому интересно, загляните обязательно. А вообще с ними можно готовить многое. И они действительно имеют такой очень интересный арахисовый привкус. Далее из продуктов я заказала органический чай. Я не пью чаем. Но он был опять же по акции. Он стоил 2 доллара. Я говорю, что эта посылка действительно особенная. Потому что она очень экономичная. Все практически здесь получилось по бюджетным ценам. Для органического чая 2 доллара. Но это хорошая очень цена. И мне понравилось, что здесь есть разные вкусы. И я могу попробовать и определить, какой больше органический чай мне нравится. Ну, по крайней мере, этой компании. Я пью чаще всего только воду. Но вот эта прекрасная штучка, которая удивляет всегда гостей. Потому что эти чаи обладают невероятным ароматом. И есть здесь с бергамотом, с лимоном, с манго, зеленый чай и клубника. Вот мне понравилось больше с манго и с клубникой. Так что для всех любителей попробовать что-то новое, органическое и интересное по вкусу, я рекомендую заказать вот эту штуку. Далее будет еще одна моя вкусняшка и мой must-have. Это копченая паприка. Я не могу летом жить уже без этой штучки. Заказываю не первый сезон, потому что шашлыки с вот этой штукой получаются особенные. Многие говорят, что они слышат какой-то невероятный вкус копчености. Действительно, когда вы открываете баночку, там прям вот слышно этот копченый привкус. Но когда вы добавляете в продукт этот копченый привкус, он настолько тонко чувствуется. При этом создается такой какой-то интересный вкус, а к мясу это просто невероятная приправа. Поэтому те, кто любит вообще в принципе копченое и кто хочет попробовать интересный продукт, это точно стоит заказать. Стоит 5 долларов. Вот на год мне хватает такой баночки. Всякие супы и мясные блюда, бульоны, это очень классная штука. Далее будет немного моих любимых витамин. Витаминки, которые беру для человека, у которых есть проблемы с суставами и беру постоянно, это глюкозамин, хондротит, комплекс, один из лучших на iHerb. И просто палочка-вывчалочка, потому что если сравнивать цены на эти витамины у нас и качество этих витамин у нас, то гораздо выгоднее людям, у кого проблемы с суставами, брать там. Потому что витаминки действительно работают. Легче перевносятся такие проблемы со здоровьем. И также вот в комплекс к этим витаминкам беру кальций, магний, цилиндр 3. Это уже я беру постоянно. Ну и сама их иногда тоже пропиваю, когда чувствую, что есть какие-то проблемы с нехваткой кальция в организмах. И мои любимые также витаминки Maxi Hair. Я могу сказать точно, что это лучшие женские витамины для красоты, которые реально работают. Действия которых вы видите очень быстро. Которые уменьшают выпадение волос, которые увеличивают рост волос и ногти становятся крепкими. В общем, это просто must-have. Даже не хочу какие-то другие пробовать, переводить деньги, когда вот этот продукт просто прекрасно работает. Также в этой посылке были витаминки Indonol Carbinol. Это витамины женского здоровья. Тема очень деликатная. О этих витаминах я снимала отдельно и вверху оставлю внизу под видео ссылочку на эти витаминки. Для меня это уже просто моя палочка-выручалочка и мой must-have, который я буду точно брать на iHerb постоянно. И некоторые мои косметические продукты. Давайте, если я всё время говорю о хорошем, то уже продолжу. Компания Dead Essence. Это моя любимая компания по производству шампуней и кремов для тела. Я беру их постоянно и уже не представляю себе что-то другое, поскольку волосы без всяких кондиционеров от их шампуней прекрасны. Ещё у них есть потрясающая крема. Вот все крема для тела вы можете взять любые, которые там есть. У меня был с миндалём, сейчас я взяла с лавандой вот эту штучку. Его тоже уже попробовала. Я могу сказать, что вы можете в принципе не покупать какие-то масла, отдельно крема для рук, для ног, для тела. Вот это огромная баночка великолепного продукта, который можно использовать на все части тела и просто наслаждаться великолепным результатом. Основной результат вот этого средства и показатель этого средства, то что сухость не возвращается. Здесь очень хороший состав и они действительно круто увлажняют, смягчают и питают кожу рук, ног, тела. Вот всё, что вам нужно. Для лица, конечно, я бы не рекомендовала, потому что есть отдельное средство. Но в качестве увлажнения, наверное, на iHerb это лучший продукт, который я пробовала. И два продукта, которые вызвали у меня такие спорные впечатления. Это корейский гель с муцином улитки. Вы знаете, что я люблю средства от Mizon с муцином улитки. Это единственное, наверное, корейское средство, которое на мне работает. И поэтому я взяла от VSAIM. Я думала использовать их в качестве гелевых масок, также для увлажнения тела. Ну и муцин улитки меня, конечно, подкупил. Здесь хорошее количество этого муцина. Но, к сожалению, какой-то липковатый гель по ощущениям. Липкость проходит через какое-то время. Но ощущения увлажнения, увлажненности нет. Я еще не пробовала использовать в качестве масок. Возможно, мне понравится. Но пока как увлажняющее средство и как средство, которое напитывает в коже всем необходимым, оно мне не подошло. По крайней мере, я не ощутила такого увлажнения и питания. Возможно, это продукт, который больше для жирной кожи предназначен. И второй продукт, который зачаровал корейский меня полностью, это вот такая пенка для умывания. Я никогда не пробовала пенку корейскую, хотя было очень много наслышано о чудодейственных свойствах корейского умывания. Вы знаете, что я люблю для себя миндальное масло в умывании. Я считаю, что одно из самых правильных и лучших умываний – это двухфазное умывание маслами. Тем не менее, я решила попробовать. И это просто ужаснейшее средство. Чтобы я не мыла, я руки мыла, лицо мыла, все сразу становится липким. Даже вода, она, знаете, не скатывается, когда вы смываете это средство. Но вот эти капли просто у вас на лице. Я не знаю, как это вообще может быть. Хотя, с другой стороны, умывает оно и смывает косметику, оно легко. Почему лицо и липкое становится, я не знаю. И, конечно, оно очень сушит кожу. Вот прям я думала, что мне какие-то наши белорусские умывалки сушат кожу. Вот это средство, просто это лидер всего, всех иссушающих средств среди умывалок, которые я когда-либо пробовала. Я думаю, что я отдам человеку жирной кожи. Я вам рассказывала о патчах с енотом, которые многие любят и многие в восторге, которые вызвали у меня пощипывание, аллергическую реакцию. Я отдала девушке жирной коже эти патчи, и она просто от них в восторге. Я так предполагаю, что корейская косметика все же в большинстве своем создана именно для людей жирной кожи. И мой тип кожи, кожа чувствительная, кожа тонкая, кожа склонная к сухости. Наверное, прямая противоположность азиатской коже. И я не аллергик, но почти все корейские средства, которые я пробую, никакого восторга иногда вызывают аллергическую реакцию. Скорее всего, корейские эксперименты для меня закончились, потому что все-таки, да, девушки жирной кожи, это, наверное, ваши продукты. А вот сухой кожи обратитесь, скорее всего, к классической органике Найхерб и нашим каким-то продуктам. О них я всегда рассказываю, выделяю в своих видео. И у меня идет еще одна замечательная посылка прекрасными средствами, уходовыми средствами, продуктами питания. И я обязательно сниму для вас обзор. О каких-то своих находках Найхерб и любимых продуктах я еще пишу в своем группе ВКонтакте, в Инстаграме. Так что заглядывайте, там много полезного.